Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел Хэт, 57-64 стихи. Вступительный стих данного раздела задает ему всю тему. «Удел мой ты, Господи». Словом «удел» обозначалась часть добычи или отцовского наследства. Аарону Господь сказал, что не будет иметь удела среди сынов Израилевых, но сам он будет Аарону уделом и долей. Кому-то может показаться, что лишенный участка земли автор 118-го псалма был левитом. Однако, скорее всего, указание на то, что «удел мой, Господь» является метафорой отношения между человеком и Богом. Весь народ после исхода из Египта был наследственным уделом Господа. А после возвращения из Вавилона Господь взял себе во владение Иуду свой удел на святой земле, чтобы восстановить Иерусалим. Отвечая взаимностью, многие псалмопевцы говорили, что Господь является их чашей, твердыней сердца, прибежищем и частью на земле живых. Следовательно, автор 118-го псалма не исключение. Он не мыслил свою жизнь без Господа. Мысли о Боге появлялись у него не только во время, отведенное на молитву. Он заповеди Божии поставил в самом центре своих принципов жизни, своих ежедневных деловых и бытовых поступков. Такой образ мысли сродни апостолу Павлу, сказавшему «уже не я живу, но живет во мне Христос». Эти слова не значат, что Павел отказался от своей личности или что душа Иисуса вселилась в его тело в буквальном смысле слова. Нет, апостол осознавал, что жизнь его проходит в бренной плоти, но это не мешает ему жить верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Таким образом, поставить Бога в центр своего сердца значит жить непоколебимой верой в него по его заповедям. Псалмопевец молится Господу, поскольку тот дал слово услышать. Он являет на деле свой праведный суд. Его милость наполняет весь мир. Сети нечестивых, 61 стих, подобны веревкам смерти и цепям ада, описанным в 17-м псалме. Поток беззакония может увлечь водоворот нечестивых правил игры и потопить в бушующем море страстей. Поэтому псалмопевец хватается за Господа, как за спасительную трость, снова и снова повторяет свой внутренний обет, соблюдать его слова, заповеди, закон, хранить повеление. Несмотря на исповедание своей верности Всевышнему, псалмопевец приходит ко Господу не как надменный фарисей. «Молился всем сердцем, помилуй меня!» 58 стих. Это не слова фарисея, это слова смиренного простения. «Я не требую, а умоляю тебя, твой светлый лик, от всего сердца прошу, помилуй меня!» Псалмопевец не выдвигает никаких условий, но только смиренно просит Господа быть, как и прежде, милостивым. «В своем устремлении он не один, он друг таких же боящихся Господа людей, которые разделяют его желание подчиняться заповедям Господа». 63 стих. Ссылка на ночную молитву, точнее, на прославление Бога в полночь и просто ночью, сравните 55-62 стихи, может свидетельствовать о том, что ко времени написания псалма общественные собрания боящихся Бога для соборной молитвы в храме по ночам стали уже общепринятой практикой. Скорее всего, для таких ночных молитв уже были установлены определенные часовые ориентиры.